Нас все спрашивают, как мы совмещаем веру в эволюцию и христианскую религию? Да очень просто, потому что эволюция это вполне наблюдаемое и научно исследованное явление. Была вот такая вот плата, стала вот такая плата. Вот ноутбук 386-й, обратите внимание какой дисковод у него. Вот ноутбук более современный, у него вот привод для оптических дисков уже и в то же время дисковод для дискет. Эволюция она во всем. Как эволюционирует техника, так эволюционируют и биологические живые организмы. Если бы мы были не у меня на даче, а в подвале какого-нибудь государственного учреждения, в которое год за годом сваливают списанную технику, то мы могли бы наблюдать, как эволюционирует эта самая техника. То же самое наблюдают археологи, исследуя древние осадочные роды. Так же как меняется техника, так же меняются одни и те же биологические организмы. То есть вот такая плата, она никогда не перейдет вот в такую плату. Вот такой процессор, он никогда не переродится в такой процессор. Однако в течение времени вдруг среди компьютерной техники появляются более совершенные комплектующие. И если мы будем исследовать старые компьютеры, то мы можем вполне четко проследить, как меняются материнские платы, жесткие диски, процессоры. Тоже из живыми биологическими организмами. Баха 10 тысяч лет назад и Баха современная очень сильно отличаются. И вот основная ошибка тех, кто не верит в эволюцию, она происходит от того, что вот он смотрит на учебный плакат и видит одна особь и другая особь. И он удивляется, как может одна особь перейти в другую особь. А не одна особь переходит в другую. А существует великое, огромнейшее множество особей. Там пауки, которые плетут паутину, которые плохо плетут паутину, которые не плетут паутину. Огромное множество особей. Огромное множество лет. И огромная вообще вся биосфера, где все взаимосвязано. Так же, как вот эти компьютеры, так же, как эти платы, так же, как вот эти вот мыши. Они не сами по себе, они неразрывно связаны с существующей промышленностью. С существующим научно-техническим прогрессом. Эволюционирует все. И техника, и биология, и даже богословие. Техника, она в течение одной человеческой жизни, она очень сильно изменилась. Багические организмы меняются в течение аж целых миллионов лет.